Добрый день, дорогие друзья! С вами Алексей Накцин. У Владимира Путина в Великобритании не просто отрицательный, а ригордно негативный рейтинг в 85%. То есть 85% британцев крайне отрицательно относятся к российскому президенту. Но вот поразительный факт. Недавно ушедшая в отставку с поста премьер-министра Ли Страс Путина почти догнала. Согласно данным организации ЕГОВ, 80% населения в целом, около 70% избирателей, голосовавшие за правящую консервативную партию, не одобряли ее политическую деятельность. Этот крайне неприятный для госпожи Трансфакт, вероятно, сыграл роль в ее решении подать в отставку, наряду с непрерывным давлением на премьер-министра со стороны финансовых кругов и средств массовой информации. Итак, что происходит в Британии? Об этом наша сегодняшняя программа. Страна надеялась получить в лице Ли Страс кризисного менеджера, способного, если не полностью свести на нет последствия разгола инфляции и роста цен на энергосители, то, по крайней мере, смягчить эти процессы. Вместо этого Трансфакт предложила стране смелый либертарианский эксперимент в духе так называемой эргономики с значительным и немедленным снижением налогов на самых богатых жителей Британии. Идея состояла в том, чтобы эта мера поможет предпринимателям и корпорациям поднять производство, что экономика начнет расти, что в итоге повысит уровень жизни. Ведь, помните, как раньше говорилось, прилив поднимает все лодки. И это было сказано еще президентом Джоном Кеннеди. И здесь мы должны остановиться сейчас именно на этом моменте. Когда президент Джон Кеннеди пришел в Белый дом, высшая планка американских подоходных налогов достигала 92%. И он практически немедленно, точнее, это сделал Конгресс Соединенных Штатов по предложению Джона Кеннеди, снизил до 70%. Это оказало очень хорошее оздоравливающее воздействие на американскую экономику. Ну а затем, когда уже президентом стал Рональд Рейган, он еще снизил 20% до 50%. Это тоже оказало хорошее воздействие на американскую экономику. Но потом, когда тот же Рейган стал снижать налоги еще ниже, оказалось, что никакого оздоравливающего воздействия на экономику это не производит, но начинает звенчивать наши дефициты. В том числе, начал резко расти наш национальный долг. И таким образом, мы с вами подходим к одному, на мой взгляд, очень интересному моменту. Снижение налогов. Эта мера работает всегда безотказно или есть какие-то ограничения? И может быть в каких-то случаях нужны какие-то другие меры экономического стимулирования? Ну давайте себе представим, что к какому-то врачу приходит пациент, который явно выглядит, что у него избыточный вес. У него целый набор проблем. И первое, что рекомендует врач, причем очень многие специальности, что первым делом надо снижать вес. Таким образом, снижение веса, как первая мера оздоровления, избавления от очень многих недугов. Это нормально. И в нашем западном мире, где огромное количество людей действительно страдает избыточным весом, и в связи с этим побочными какими-то проблемами, которые вытекают из этого, да, первым делом надо снижать вес. А потом все остальное. Или придется ему, или с помощью каких-то других медицинских средств. Ну а если к тому же врачу приходит человек, который выглядит худым, изможденным, и скорее всего он страдает булимией, будет ли врач ему предписывать такое универсальное средство оздоровления, как снижение веса? Вряд ли, правда? Наоборот. Он предложен тому нечто, чтобы восстановить его вес, увеличить что-то такое, что выглядит необходимым, там, протеины он должен больше потреблять, что-то еще и так далее, и так далее. Ровно то же справедливо и для экономики. В экономике нет универсальных средств и быть не может. В одних ситуациях одни меры приносят успех, как и ожидалось, но в других ситуациях та же мера может принести совершенно иное воздействие. И вот это очень и очень важно. И поэтому Ли Страсс, будучи верной тому учебнику, из которого были взяты эти рекомендации, этим учебником и воспользовался в свое время и Рональд Рейган, а ранее еще напомню Джан Кеннеди, а потом и Маргарет Тэтчер, которая является кумиром Ли Страсс, она очень хотела войти в историю как вторая, Маргарет Тэтчер как вторая, Вот она считала, что так как сейчас в британской экономике очень серьезные проблемы, то первое, что нужно сделать, это снизить налоги на самых богатых жителей Объединенного Королевства. И улучшение ожидало в долгосрочной перспективе, но в краткосрочной такие планы показались не только экономистам и финансистам вредными, но и руководителям британских корпораций, причем не просто вредными, а очень опасными. Во-первых, в условиях и без того значительного роста цен, существенное снижение налогов чревато новым усилением инфляционного давления. Во-вторых, в результате в бюджете недосчитаются десятки миллиардов фунтов стерлингов. Как же их компенсировать? Четкого ответа Ли Страсс на этот вопрос не давала, но было очевидно, что средства придется одалживать, а ведь госдолг в Великобритании и без того высок. Все это напугало чуть ли не до смерти финансовые рынки, а финансовый сектор – Великобритания и ведущий сектор британской экономики. Пошел вниз курс фунта стерлингов, стал лихорадить рынок ценных бумаг, под ударом оказались пенсионные фонды. Банк Англии бросил всех спасать, скупая подешевевшие гособлигации. В общем, это был полноценный и вполне рукотворный кризис. Трасс тогда сообразила, что ни общество, ни корпорации, ни финансовые институты в ее программу не только не верят, но и всерьез напуганы, и ждать никто не собирается. На рынках наблюдает за происходящим, раскверты, оцепенев от ужаса, так описал в устраненное настроение в Лондонском Сити один из ведущих экономистов Чарт Кэпитал Билл Бэйн. И Трасс сдалась. Пожертвовал своим главным союзником правительства, канцлером казначейства Квази Квартенгом, который публично объявлял об амбициозных реформаторских планов. Его сменил прагматик Джереми Хант, который ни в какую эрегономику не верил, и который реформу Трасс тут же похоронил. Но после этого эпопея с либертарианским экспериментом стала выглядеть чем-то и вовсе похожим на фарс или водевиль. Политический слэмбошинг потерял доверие к правительству Трасс и всякое уважение к ней лично, а общественность отреагировала тем самым рекордно отрицательным рейтингом почти путинской пробы. Стало ясно, что Листрасс придется рано или поздно уйти. И она, вероятно, решила ускорить события, оставив наследство своему сменщику хаос, разброт и шатание. Но вот что не вызывало сомнений. Новый премьер, по идее, не должен отказаться от курса на всемирную поддержку Украины. Даже Трасс, сообщая об отставке, в одной из первых фраз своего заявления характеризовала развязанную Кремлем войну как общеевропейскую проблему. Все главные претенденты на роль лидера также неоднократно поддерживали свою приверженность к курсу на противодействие российской агрессии. Вовсе не возражали против этой оппозиционные партии. Тех той же позиции придерживается и общественное мнение. И 85% общебританского презрения по отношению к Путину – одно из доказательств такого положения дел. Поэтому изначально речь шла об изменениях только во внутрополитическом курсе, но прежде всего, конечно же, в экономике. И критики правящей партии злорадно отмечали, что с 2016 года на Даунинг-стрит заселится уже пятый по счету премьер-министр. Это политика каких-то вращающихся карусельных дверей – острил лидер лидер лидерской партии Кир Стармер. Он, как и другие лидеры оппозиции, считал, что политика консерваторов себя исчерпала и поэтому требует проведения досрочных парламентских выборов. Все вопросы общественного мнения давали ли Бористам значительное преимущество, доходящее порой до очень внушительных 30%. Именно эта перспектива поражения на общенациональных выборах заставила консерваторов искать некую компромиссную фигуру лидера, который мог бы преодолеть раскол и в то же время вернуть правящей партии общественное доверие. Некоторые еще совсем недавно считали, что таким лидером мог бы стать Борис Джонсон. Как выразился один из его соратников, он отдохнул немного, хватит и пора возвращаться. Однако не только в рядах оппозиции, но и среди многих консерваторов такое предложение вызвало гневное возмущение. В глазах многих Джонсон дискредитировал себя как политик. В букмекерских ставках постоянно лидировал Риши Сунак, бывший в правительстве Джонсона канцлером казначейства и лишь на последнем этапе внутрипартийного голосования. Своё мнение о кандидатурах премьер-министра высказывали рядовые члены партии, уступившие лист раз. Но на этот раз решено было поднять планку выше. Чтобы претендовать на высшую правительственную должность, кандидат должен был заручиться поддержкой не менее ста депутатов-консерваторов. И экстренно вернувшийся с отдыха в Доминиканской республике Бори Джонсон вышел где-то на уровень 55-54 голосов. Ну а 100 очень быстро набрал как раз этот самый Риши Сунак. Давайте с ним познакомимся. Кто же теперь новый премьер-министр Великобритании? Итак, возраст 42 года. Место рождения – Сауд-Гемптон. Место жительства – Лондон и Йоркшир. Образование – Вишчестерский колледж, Оксфордский университет, Стэнфордский университет. Семья – женат на предпринимательнице Акшати Амурти, имея двух дочерей. Парламентский избирательный округ – Ричмонд. Это графство Йоркшоу. Родители Сунака, выходцы из Индии, приехали к Британии из Восточной Африки. И в 1980 году, когда он родился, его отец в этом городке Сауд-Гемптон был терапевтом, а мать владела и управляла аптекой. То есть он принадлежит к высшей части британского среднего класса, просто даже по факту рождения. Он учился в элитной частной школе Вишчестерский колледж, а летом подрабатывал официантом в Сауд-Гемптом ресторанчике. Затем Сунак поступил в Оксфорд для изучения философии политики и экономики. Во время обучения по программе MBA в Стэнфорде он встретил свою будущую супругу Акшату Мерти, дочь Нараяны Мерти, индийского миллиардера и соучредитель огромной компании IT-услуг Infosys. У супруга две дочери, которые во время предыдущей предварительной предвыборной кампании Сунак часто упоминал в контексте изменения климата. Отвечая на вопрос о глобальном потеплении во время телевизиотов на BBC, он как-то сказал, что прислушивается к советам своих маленьких дочерей, которые являются экспертом в этом вопросе, в его доме. Подчеркну, в его доме. С 2021 по 2004 год Сунак работал аналитиком Goldman Sachs, а затем был партнером в двух ведущих хедж-фандах. Он считается одним из самых богатых депутатов британского парламента, но публично не комментирует свое состояние, по данным прессы, достигающее порядка 800 миллионов фунтов стерлингов. Богатство Сунака, его образование, полученное в престижной чашной школе и в двух лучших университетах, в британском и американском, тоже нередко становилось предметом обсуждения. Ведущая телекомпания Sky News Кей Бёрли спросила его, как он принимает заявление о том, что он слишком богат, чтобы быть премьер-министром. В ответ Сунак напомнил, что инфляция бьет по всем гражданам и что, в отличие от Листрас, его программа на прошлых выборах лидератори предусматривала, в первую очередь, помощь малоимущим. В 2015 году Сунак стал членом парламента от города Ричмонд в Йоркшире и занял не очень-то приметную должность в правительстве Терезы Мэй. Ее преемник Бори Джонсон назначил главным секретарем казначейства. В феврале 2020 года он был назначен министром финансов и поначалу активно поддерживал Джонсона, но затем подал в отставку, заявив, что считает, что его собственный подход к экономике фундаментально отличается от подхода премьер-министра. Во время предвыборной кампании Сунак заявил, что был предан Джонсону, но ушел в отставку, потому что ее правительство оказалось по другую сторону в серьезных этнических вопросах. И тут я тоже должен сделать остановку. Надо несколько перефразировать. Он предал Бориса Джонсона, потому что, если вы помните, Бори Джонсон был вынужден ввести отставку после публичного скандала, когда в прессе появились его фотографии, когда во время общебританского локдауна, когда было запрещено выходить из домов без какой-то необходимости, он провел несколько вечеринок в своей резиденции, будучи премьер-министром на Даунинг-стрит-10. И на этих фотографиях был сфотографирован сам Бори Джонсон, член его кабинета министров, и был сфотографирован, знаете, такой чисто британский стеклянный журнальный столик довольно приличных размеров. На этом столике одинокая стояла бутылка виски, пару стаканов. Ну, в общем-то, и все. То есть в нашем привычном, каком-то еще, может, советском, российском, украинском понимании вечеринке, где накрыт богатый стол, где обязательно присутствует салат Оливье и прочее-прочее, запотевшие бутылки водки, что-то еще. Нет, все было очень скромно. Одна бутылка виски, несколько стаканов, больше ничего. Но британское общество было возмущено тем, что вот каким лицемером оказался этот Бори Джонсон. Нам-то он запрещает собираться вместе, а сам собрал такую теплую компанию. Было полицейское расследование. В общем, в итоге Бори Джонсон был вынужден уйти. И потом выяснилось, а кто же был тот фотограф, который передал британскую прессу целую серию таких, ну, скажем, разоблачающих фотографий. Им оказался как раз Риши Сунок. И вот когда в партии узнали об этом, его назвали предателем. И, в общем-то, благодаря такой репутации предателя, несмотря на его репутацию, очень умного и хорошо образованного человека, он и проиграл Ли Страс, которая в любом отношении была абсолютно безупречна, с любой морально-этической точки зрения. И вот обратите внимание, что сейчас ситуация в британской политической элите складывается таким образом, что еще недавно отвергаемый, презираемый Риши Сунок за его безусловное предательство, я иначе это назвать не могу, ведь Бори Джонсон его приблизил, возвысил, поручил один из самых важных постов в своем кабинете министров. И вот так он с ним обошелся. Вот теперь он побеждает, победил уже, точнее, набрав 100 голосов консерваторов, которые еще недавно его отвергали. Мы лишний раз можем подтвердить одну такую тривиальную мысль, что политика – дело непредсказуемое, как в нашей стране, так и в Великобритании. Ну, а то, что Сунок был сторонник Брекзита, голосовал за выход в Британию из ДС, в общем-то, это как раз ему помогло стать членом кабинета министров, и поэтому его Джонсон к себе и приблизил. Ну, и еще, когда мы говорим о Брекзите, то мы должны отметить здесь следующее, что, в общем-то, истоком всех этих серьезнейших проблем британской экономики, которые лихорадят всю страну, как раз и является этот самый Брекзит, когда Британия вышла из европейского содружества. Потому что современная британская экономика по своей структуре принципиально отличается от той британской экономики, которая была во времена Маргарет Тэтчер. Тогда Британия обладала абсолютно самодостаточной экономикой, которая обладала всеми отраслями реальной экономики, реального промышленного производства, ну и так далее. А затем, за последующие годы, там произошли очень серьезные структурные изменения. И, в общем-то, в этом плане британская экономика была лидером, прокладывая некий путь глобализации, по которому последовала и наша страна. И сейчас, в особенности, во время наступившего после Брекзита, оказалось, что британская экономика, вот в таком виде, которая сложилась к 2016 году, она просто не может нормально существовать за пределами Европейского Содружества, потому что была абсолютно встроена в систему уже общей европейской экономики. И когда Джонсон вывел Британию, его подхватили идеи множества людей, вывел Британию из Европейского Содружества, оказалось, что без Европы, конечно же, британская экономика может существовать, и она существует, и, в общем-то, люди живут относительно нормально, но при этом обстановка британской экономики намного хуже, чем была бы, если бы она оставалась частью Европейского Содружества. Может ли что-либо здесь сделать решесунок? Я этого сказать не могу. Я не обладаю неким талантом предвидения. Вот подождем, когда в актеративной части позвонит в нашу программу Эдуард Лучин, я ему задам этот вопрос, но... Но! Я думаю, что каким бы гениальным не был бы Сунок, и каким бы он не был бы опытным финансистом, подчеркну, он работал в Goldman Sachs, в Хедшвантах, и заработал очень приличное состояние, я не думаю, что он сможет преодолеть те очень серьезные внутренние, структурные, корневые проблемы британской экономики, которые создавались годами, и которые выход из Европейского Содружества обострил всемирно. На этом, дорогие друзья, я остановлюсь. Подошло время нашего небольшого перерыва в середине часа. Давайте прервемся несколько минут. Я напомню, наш телефон в прямом эфире 718-303-9090, 718-303-9090, и мы уходим на перерыв.